Приветствую тебя! Поздравляю с такой яркой победой! Скажи, кажется, раунд начался не совсем хорошо, попал в достаточно трудные ситуации. Удивился сам, что получилось так стремительно закончить бой? Ну, честно, удивился. Он после второго локта, он уже, я понял, что он удался, если честно, я почувствовал. И я чуть, туда-сюда чуть-чуть потянул и пошло дальше. А, казалось, что в начале, когда бой начался в стойке, была определенная суета. План на бой от Мурада Бичуева вообще был какой? Пробороть его? Потому что достаточно стремительно ты кинулся ему в ноги. Ну, в принципе, не было таким планом, но Мурад говорил, что я не торопился, что я разогрелся, что надо драться 5 раундов. Ну, я хотел чуть-чуть разогреться, но получилось, как получилось. Сейчас достаточно непростая ситуация в твоем весе. Бивулатов чемпион. Ты сейчас выигрываешь у третьего номера и сам собой напрашивается твой реванш со вторым номером рейтинга. Как сам смотришь на эту ситуацию? Ну, я скажу, пусть Бивулатов будет чемпионом. Он будет? Хорошо. Но тебе же надо с кем-то драться. Ну, найдутся много, куча иностранцев. Реванш с Альмейдой? Очень буду рад. Еще про реванш говорил Павел Витрук, что у вас был очень яркий, зрелищный бой, очень близкий бой. Он говорит, с удовольствием разделил бы с тобой клетку еще раз. Как смотришь на это? Вообще без проблем. Я рад буду тоже разделить. Он воин, хороший, достойный соперник, хороший, достойный боец. Так что никаких претензий. Дико скажешь, в полный период. Ну, желательно хочется взять реванш, потому что проиграл на каунт. Сам, наверное, понимаешь, сейчас у тебя самого скоро бой. Так что хочу реванш взять в первую очередь. Потом из руку дам реванш обязательно. Получается, ты берешь реванш и становишься первым номером рейтинга. И можно сказать, что пока Бибулатов будет чемпионом, ты будешь охранять этот поезд. Да, да, да. Я буду телохранителем Бибулатов, скажем так. Рахман, и еще один вопрос. Знаю, что очень непросто гоняешь вес. В этот раз не получилось сделать килограмм. Какие мысли? Где ты расслабляешься, непрофессионально подходишь? Либо подумаешь о том, чтобы менять весовую категорию. Но, откровенно, там большие пацаны. Да, ну, честно, я начинал в 65. Знаешь, сам, наверное, в курсе. Честно, думаю, можно в 66 подняться. Время покажет, в общем. Ну, хочется выиграть поезд, конечно. И у меня в 66 шансов много, быстрее дойти до петельника. А так, в 66, там, как ты говоришь, много гигантов. Надо будет чуть поохотиться по-другому. Какие планы у тебя сейчас на ближайшее время? Честно, планов никаких. Лишь бы добраться до дома. Я желаю тебе скорейшего восстановления и успехов. Спасибо большое. Чёс.